Немножечко познакомимся. Меня зовут Сергей Уляхин. Я учился на физфаке МГУ, то есть я физик по образованию первому кандидатской степени. Работал первоначально в Московском центре технологии LG. Пять лет занимался технологическим скаутингом, управлением научно-исследовательскими проектами, трансфером технологий. Затем руководил проектом по коммерциализации проконенсаторов, это такие источники тока, в течение двух лет. Затем перешел в Сколтех, Сколтский институт наук и технологий, где занимался тоже лицензированным трансфером технологий. И с 2017 года сначала я перешел в Локотех, где занимался, руководил проектом стратегического развития компаний. Затем из компании наше подразделение было выделено в отдельную компанию, которая сейчас называется «2050». И я там руковожу проектом технологического развития. Кроме того, я получал различные дополнительные образования профессиональные, в частности за рубежом. В 2010 году я проходил курс по проектному менеджменту в Университетском колледже Лондона. Получил сертификацию EPM-PMQ. Кроме того, в 2016 году получил сертификацию RTTP – Registered Technology Transfer Professional или профессионал, зарегистрированный профессионал по трансферу технологий. В 2017 году получил сертификацию CLP – Certified Licensing Professional или сертифицированный профессионал по лицензированию технологий. Соответственно, вот эти два последних статуса у меня единственного в России человека. Есть важное примечание. Первое. Я не могу никого ничему научить, я лишь могу заставить их думать. А кто это сказал? Ну, это было давно, на самом деле. Это еще было до нашей эры. Сказал это Сократ. Есть еще одна замечательная фраза. Ну, может быть, не очень замечательно. Кто ее сказал? Я не могу научить вас чему-то конкретному, поскольку обстоятельства уникальны. Я могу дать вам больше понимания того, пространства действий, тех степеней свободы, тех инструментов, которые у вас, возможно, есть, и которые вы можете воспользоваться для достижения своих целей. Не думайте, это сказал я только что. Мне, соответственно, 38 лет. Родился в 79-м году. Продолжение следует...